16, здесь в студии Ихо Москвы, в Москве Ксения Ларина, а там в студии в Петербурге Виталий Дымарский. Виталий, приветствую, здравствуй. Приветствую, приветствую, Москву. Здесь у нас в гостях, в нашей студии, Владимир Николаевич Войнович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте. Приветствуем вас. У нас сегодня разговор мартовский, священный не 8 марта, а наоборот даже 5. Поскольку вся наша страна, как обычно, в едином порыве отмечает День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, проводятся разные опросы, проводятся передачи. Кстати, помимо 5 марта, тут надо вспомнить, что совсем недавно наша же страна отмечала 60-летие 20-го съезда. И там тоже достаточно такие тяжелые и жаркие споры были нам продемонстрированы в различных политических ток-шоу, и немало сказано странных вещей. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – кому выгодна реабилитация сталинизма? На эту тему мы говорим с нашим гостем, с Владимиром Войновичем. Я позволю себе, Виталь, подготовившись, несколько цифр дать по опросам. Я думаю, что это будет интересно и тебе, и Владимиру Николаевичу, да? Это вот последние февральские опросы Левада Центра. Они, конечно, впечатляют правителя в отечественной истории, так называется этот опрос. И здесь несколько персоналей предлагается для обсуждения респондентам, в том числе и наш сегодняшний герой. И вот что интересно. Вопрос. С какой оценкой времени Сталина в истории нашей страны вы бы скорее согласились? Это время принесло больше хорошего, чем плохого, больше плохого, чем хорошего. Итак, 40% респондентов считают, что время Сталина принесло больше хорошего, чем плохого. Кошмар. И это самая высокая цифра, начиная с 1994 года. В 1994 году было 18% отвечали на этот вопрос положительно, да? Дальше было 26%, 29%, 25%. В октябре 2012 года было 27%, сейчас 40%. Плюс к этому хочу добавить, что лично, в отношении лично к Сталину, 52% россиян, опять же, по опросам Левада Центра, оценивают его роль как положительную в истории нашей страны. И вот, наверное, первый вопрос. Это выбор народа, на ваш взгляд, если он так отвечает? Или чем-то подготовлено? Я думаю, что это результат пропаганды все-таки, потому что, вы знаете, после войны, когда уже Германия лежала в руинах, когда уже все было известно, и когда немцам показывали фильмы, и могилы, и освенцам, и Треблинку им показывали, и Дахау, и так далее, все им показывали, и они уже все знали. Еще, по-моему, в 1949 году был опрос, кто величайший политик XX века, и какой-то огромный процент, 70%, если я не ошибаюсь, ответили, что величайший политик – это Гитлер. А уже в 1950 году осталось несколько процентов, буквально там 3-4-5, вот так. Так что, в общем-то, к сожалению, большинство людей очень подвержены пропаганде, что им говорят, то они и, в общем-то. А зачем тогда? Вот вопрос, который мы вынесли в заголовок. Почему сегодня вот эта вот реабилитация старинизма, ползучая, становится уже, приходит в такую активную фазу? Ну, это очень полезно для любого режима, потому что любой режим будет немножко лучше сталинского. И когда, и для сравнения, ему дает вот, может быть, так, а если вы хотите, вот так будет. То есть, к этому надо стремиться. И тогда то, что делается сегодня, все может быть оправдано. Я хочу, кстати, еще сказать пару слов про этот опрос, который я цитировала. Там тоже интересные такие моменты есть. Помимо Сталина, там есть еще и другие правители. Ну, не буду уже цифрами вас мучить. Скажу только, что растет положительная оценка роли Владимира Путина, там уже 70%, и растет отрицательная негативная оценка в отношении Хрущева, в отношении Горбачева, в отношении Ельцина. И еще, опять же, Брежневское время вновь позитивно оценивает народ большинство людей. Вот такие вот, такая динамика. Ну, да, да. Ну, роль Хрущева еще при нем уже начала. Ну, может быть, отчасти и он был виноват, потому что после великих дел, которые были великих, ну, я не знаю, можно ли это назвать реформой. Ну, может быть, реформой, когда освобождение миллионов заключенных после того, после либерализации всей внутренней жизни. Это ведь не только, вот многие даже не помнят, а я помню, я, поскольку у меня такая часть в значительной биографии рабочей, то, значит, я еще помню, когда, например, сажали в тюрьму за двухчасовое опоздание, да. Так вот, это вот было отменено, там можно было увольняться с работы, потом колхозникам паспорта стали выдавать и так далее. Значит, все было очень многое сделано, и, надо сказать, было сначала оценено по достоинству. И вообще тогда люди как-то более адекватно. А когда Хрущев начал там кукурузы засевать, все, ну, это действительно было смешно, и люди стали смеяться. И когда объявили, что догоним и перегоним Америку, значит, говорят, что на кузовах машины, значит, будьте осторожны, там при обгоне было написано. Да, значит, это, вот, и так далее. Вот, а поэтому вот еще принял бы его рейтинг, не говоря, нынешними словами, и сильно упал. Но зато у Брежнева, по-моему, Брежнева прямо с анекдотами вошел в нашу жизнь и с ними ушел. А сегодня просто самое счастливое время в истории, получается. Ну, да, наверное, потому что, ну, может быть, отчасти можно понять, потому что это было для большинства людей, которые не интересуются там Синьявским Даниэлем, Сахаром, Солженицыным или кем-нибудь еще вообще. Это было время безмятежное. Ну, да, был дефицит. Вот мы стояли в очередях, привычно стояли и стояли, и стояли, вот. И относились, кстати, к большинству тоже так. Я помню, стоишь в очереди, да, и там говорят, что вот вчера было два сорта колбасы, а сегодня только один. И какая-нибудь старушка выскочит, ее вся очередь поддержит, забыли, зажрались, говорят, забыли войну, забыли блокаду Ленинграда. Вот все такое люди относились к этому как к тому привычному, даже не злу, я не знаю, к привычному образу жизни. Ну, а сейчас все-таки, и тогда, кстати, сказать, почему-то пропаганда вот не так действовала на умы, потому что, например, антиамериканская пропаганда тоже была сильна, но при этом молодежь стремилась ко всему американскому, мечтали о джинсах, о джазе, о Кока-Коле, улицу Горького называли Бродвеем, вот. И всячески пытались подражать американцам, вот. А сейчас какая-то такая убийственная пропаганда, и я даже не понимаю все-таки ее успеха, да. Виталий, ты есть? Да, я очень внимательно слушаю, если можно, я вмешаю в свой разговор. Да, вот Ксения сказала, что количество людей, которые положительно оценивают Сталина, ну, что больше хорошего, чем плохого, с 18% до 40, да, поднялось. То есть, вот эти 22%, это же не за счет старшего поколения. Я не думаю, что у старшего поколения что-то изменилось, да, в отношении к Сталину. Тем более, что старшего поколения, ну, понятно, что оно еще и вымирает, да. Значит, это за счет людей, которые не видели и не знают, что такое Сталин, и не видели сталинизма, и не жили при сталинизме, да. Значит, это, правильно вы сказали, Владимир Михайлович, это исключительно пропаганда. Но, с другой стороны, эти люди уже вроде как бы вкусили, ну, большей свободы. Почему их свобода не устраивает? Почему эта пропаганда ложится на почву? Почему, вернее, эта почва так хорошо воспринимает эту пропаганду? Ну, может быть, еще потому, что все-таки есть легенда, что Сталин был все равно справедлив, да, и что сейчас все-таки такое воровство, такое бесстыдное воровство просто, а это тоже, наверное, является, это, может быть, контрпропаганда, но, в общем, это входит тоже в уши и глаза людей, да. Что коррупции не было на Сталине. Ну, да, не, ну, коррупции. Сталин был бескорыстный, да. Ну, не просто коррупция, а когда этих коррупционеров, значит, одного, значит, сажают, а потом, то есть, не сажают, а какое следствие, потом говорят, что он миллиарды украл, а потом ему дают должность еще опять. Это вы про сегодня говорите? Про сегодня, да. Тогда коррупции вообще нет. А уличная преступность, бывает интересно? Уличная преступность, кстати, между прочим, в советское время было намного меньше, в Москве это точно, потому что, по очень простой причине, потому что молодой человек вот растет, когда он проявляет какие-то хулиганские наклонности, раз-два привод в милицию, а потом его на 101-й километр, и преступность была в провинции, была ужасная, а в Москве было спокойно, потому что Москву все время чистили, а сейчас ее не чистят, ее в прямом переносном. Ну, и все-таки я хочу тоже вернуться к этому вопросу, который Виталий задал, в чем причина, действительно, в чем причина этой тяги к сильной руке, ну, в общем, место уже к этому авторитарному построению, именно у молодежи, которая все-таки совсем в другое время родилась, и даже ни сном, ни духом еще не знает, что это такое, это все мифы, которые ей там скармливают по телевизору, на самом деле, не имеет никакого отношения к реальной истории. Но миф-то скармливает, и молодежь-то верит больше всего мифу, и Сталину все больше показывает такой положительный такой... Войну выиграл. Да, войну выиграл это все время, а то, что он ее чуть не проиграл, и то, что если бы не он, то ее, может быть, и вообще бы не было войны, это люди не понимают, они этого не слышат, они не слышат доводов, ну, отдельные где-то есть, но это надо искать, а то, что просто в уши течет, это прямо оно течет, и без остановки, поэтому, я думаю, так, ну, и вот это вот, что, да, что вот было, да, сурово расправлялись с такими, вот, точно, были, да, ну, да, режим, может быть, был не очень такой мягкий, но зато, вот, да. Я хочу процитировать... Извини, извини, Ксень, но при этом какую-то логику надо вообще видеть, при этом ведь любит и Путина, при котором вся та же коррупция просто процветает, да? Да, 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 у них, кстати, рейтинг практически одинаковый еще, что у Путина, что у Сталина. Значит, Сталина любит за то, что при нем не было коррупции, а Путина любит за то, что при нем был есть коррупция. Ну, выходит, такой парадокс, да. Давайте я вам процитирую нашего министра культуры. Что касается сталинских времен, говорит Владимир Мединский, тут надо знать правду, и ее не надо скрывать. Когда мы скрываем правду, то получается публикация известных писателей, поэтов, публицистов про 50 миллионов жертв сталинских репрессий, 100 миллионов в лагерях, 10 миллионов расстрелянных. Все это абстрактные спекуляции, просто потому, что правду не публиковали, говорит Мединский. А правда есть, она известна. С 922 по 953 год было репрессировано в общей сложности, по-моему, где-то около 2,5 миллионов человек. Из них примерно 700 тысяч было расстреляно. Из этих 700 тысяч большая часть была расстреляна в 36-37 годах. В эти 700 тысяч входят не только невинные люди и жертвы режима, но и настоящие преступники. Полицаи, бандеровцы, бог знает кто еще. В 30-х годах до войны уже были полицаи, да? Уже и бандеровцы. Ну, это и бандеровцы. Значит, это они были потенциальные, очевидно. Да и вообще 700 тысяч, 20,5 миллиона, это же мелочь. Ну да, да. Кто считает? Я где-то недавно выступал в такой дискуссии, я укладяюсь от них, потому что я считаю, что тут спорить не о чем. Но мне стали там говорить, вот такой историк из Жуков, да, он стал говорить про эти... Это вот Виталик знает таких, да, это красный историк. Да, он стал говорить, что всего там 700 тысяч. Я сказал, ну, этого достаточно, чтобы человека считать убийцей, палачем, врагом народа, я бы сказал еще вот так, да. Ну, я не знаю, что нужно людям еще знать. Дело в том, что все равно вся информация, правдивая тоже, она доступна. Все люди могут там в интернете поискать все, но они вот так, наверное, легче все-таки послушать, телевизор проголосовал, да. Владимир Козлович, проблема вот именно в том, что даже зная эту информацию, ее можно, оказывается, просто легко повернуть, да? 700 тысяч, это же немного. Да, по сравнению с теми... Да, да. То есть прием очень простой, он постоянно уже, я уже 20 лет его слышу, да? Ну, вот вы говорите, там, миллион убитых, да не миллион, всего каких-то там 700 тысяч, да? Да, да. Ну, ну, что, вот вам и... Это еще плюс ко всему, это вообще отношение к человеческой жизни и к цене человеческой жизни. Мне же Владимир Ростиславович Мединский, тот же самый, он же мне сказал во время программы «Цена Победы». Он говорит, у вас неправильное название программы. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у Победы нет цены. Погибло бы 70 миллионов, погибло бы 70 миллионов. А если вообще все погибли бы, тогда ради чего вообще была победа эта? Да. Ну, я вот хочу сказать, что все-таки, если наступит когда-нибудь вот время, ну, вы молодые, при вас наступит, значит, скоро время. Ну, конечно. Это когда мы... Все уже сравнялись. Нет, нет, нет. Почему мы говорим за эти годы? Нет, нет, нет. Владимир Ростиславович, только Ларина. Нет, только Ларина. Нет, товарищи, не надо. Я с вами пойду на дно. Нет, 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 мы не пустим. Я в свою компанию вас не пустил. Вот. А я просто хочу сказать, что вот время такое наступит все-таки, и правда, я думаю, что вы его увидите. Может, я даже не исключаю, что может еще я захвачусь. Когда опять будет... Все-таки уже была попытка рассказать правду. Когда вся правда будет сказана, я должен сказать, что эти проценты сразу... рухнут, просто сразу, очень быстро. Потому что все-таки, вот когда эта правда будет, опять-таки, со всех экранов литься на человека, он поймет. Это уже не произошло, Владимир Николаевич, вот Виталий. Смотрите, мы же тоже про это говорили. Перестройку лила. Да, мы пережили, да, замечательное, светлое время надежд, благодаря Михаилу Сергеевичу Горбачеву, надо и об этом вспомнить лишний раз, и та самая гласность, которая, да, казалось, что она-то и есть прививка от повторения этих страшных страниц исторических. Потому что мы получили, открылись эти архивы КГБ, люди стали читать уголовные дела на своих близких и родных, читали показания свидетелей и доносы на своих близких и родных, понимали масштаб репрессий, понимали масштаб несправедливости, да, издевательств над своим народом. Но, видите, когда она, гласность, закрылась, и ничего не произошло, вот вам я цифры вам привожу, те же самые, да, еще пуще, еще страшнее, чем были при советской власти. К сюжету вы успели все понять, а большинство людей не успели, потому что, кроме всего, ну, перестройка, естественно, сопровождалась какими-то неудобствами жизни, да, и люди озаботились этим, а многих людей это не интересовало, кого лично не затронуло из этих людей, а кто стоял вообще там, как Ахматова сказала, что половина сидели и половина охраняли, так вот, половина, которая охраняла, она была с самого начала против, да, а кроме того, какие-то пропагандистские центры и тогда работали, какие-то там люди близкие к КГБ, вот, они где-то ходили, они говорили, да нет, это все вранье, это, в общем, это все было, этот период был слишком коротким. К сожалению, вот он так, так закончился, но... А у вас ваши тогда надежды, они были вот... Были, были, нет, у меня были серьезные. Была уверенность в том, что это процесс необратимый, как говорил в свое время Викторий Сергеевич? Надежда, надежда была, я не могу сказать... Это вторая оттепель, которую вы переживали? Ну да, 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 да. Вообще, третья оттепель, потому что первый оттепель, когда мне было 6 лет, моего отца, его арестовали в 1936 году, когда мне было 4 меньше даже, а в 1938 году был январский пленум ЦК ВКПБ, когда Ежова сменил Берия, и тогда вот моего отца готовили к расстрелу, а дали, как говорили, всего 5 лет. Вот этот процесс назывался разберевание, да. Вот, так что у меня третья. Я, кстати, помню, знаменитая цитата, простите, по поводу Берии, когда в крутом маршруте у Гинсбурга, Евгении Гинсбург, когда женщины-катаржанки обрадовались, когда вот Ежова убрали и поставили Берию, как они кричат, «Ах, какое у него интеллигентное лицо! Какое замечательное!» «Да здравствует Катарка, какая благодать!» Конечно, 5 лет вместо расстрела, вот какой справедливый режим. Конечно, да. Всего 700 тысяч, а не полтора миллиона. Ну вот, вот такой замечательный режим. Кстати говоря, я думаю, что мы уже, я не знаю, в какой раз это скажем, наверное, проблема, на мой взгляд, в том, что просто, что, конечно, что не было суда, что его официально не объявили преступник. Про Катарин это говоришь, да? Конечно. Поэтому, когда я захожу, там, в ГАИ, да, как он сейчас называется, ЕБДД, на стене висят все министры внутренних дел. Там, от Петра Первого, да, до Колокольцева. И Берия там тоже. И там Берия висит. А Ижо? Да. Да. А вы зайдите в МИД, там Вышинский висит, вот в ряду этих самых, кто там еще там, да? Понимаете? И чего? И формально это правильно? Ну да. Формально это правильно. Ну где-то там, давайте тогда раскрутим назад всю эту пленку и поймем, где была вот та самая точка, самой главной ошибки. Это же не 91-й год, правда же, а 20-го века, а, наверное, раньше, если говорить там. Это тот же 20-й съезд, который не до конца проговорил все, что пытался проговорить. Ну да, да. 20-й съезд. Да, но я хочу сказать, с портретами неправильно, потому что мы формально живем в новом государстве. Тогда надо и царских министров внутренних дел. Там и царские тоже. А, если царские, тогда правильно. Да, там от Петра, от Петра Первого. А, ну да, тогда прошу прощения, тогда все правильно. Да, там все висят. Ну вот, смотрите, по поводу, опять же, я все цитатами вас сегодня развлекаю. Карен Шахназаров, казалось бы, Карен Шахназаров, это тоже какая-то загадка природы для меня, потому что человек, кстати, другие вещи говорил 20-30 лет назад. Мы ухитрились разоблачить абсолютно всех. Это вот как раз к тому, о чем ты вспомнил, Виталик. И Николая Второго, и Ленина, и Сталина. Нет больше такой нации в мире, которая с таким сладострастием уничтожала бы свое прошлое. Это плохая черта. На мой взгляд, бессмысленно давать такие оценки. Преступник и все такое. Каждый политический лидер выражал глубинный интерес народа. Сталин провел индустриализацию. При нем была выиграна война, и народ шел на это. Иначе Сталин долго бы не продержался. Сталин практически уничтожил все крестьянство. Я имею в виду не только кулаков, а этих бедняков. Тоже загнал в колхозы, где они стали еще беднее. И все такое. Это миллионы людей. Этих, да, миллионы заключенных. Все-таки, не будем слушать Мединского, а все-таки заключенных миллионы. И он выражал глубинные интересы этих людей, что ли. Это было большинство народа, я бы сказал. Большинство народа находилось под теми или иными репрессиями. Даже те, которые на свободе были, они тоже были, можно сказать, репрессированы. Потому что, ну, когда-то Буковского спросили, сколько в Советском Союзе заключенных, он сказал 300 миллионов. Поэтому Сталин выражал... Здесь есть какое-то передергивание, какая-то такая наперсточная игра, что Сталин продержался след этой логики, потому что его народ поддерживал. Вот тут-то, вот этот самый миф, который, наверное, и важен для тех, кто не знает правды, да, им, наверное, так и кажется, что вот, он же продержался столько лет. Ну, диктаторы часто держатся, но некоторым не везет, а тем, кому везет, они и держатся. И у нас царь Николай I тоже 30 лет правил, как Сталин. И Брежневу. Да, Брежневу 18 лет, да, вот, и мы еще бы правил, если бы, да, да, и Путин уже догоняет его, скоро перегонит. Так что вот... В Зимбабве, вон сколько там? Да. Да, ну, этот самый... Но ведь Шахназаров же знает правду, он не может не знать. Вот объясните мне, пожалуйста, как можно такие вещи транслировать? Это я вам процитировала не просто то, что он написал в какой-нибудь блоге, это он говорил на очередном, там, ток-шоу по Мусловьеву, там. Да, да, ну, он все время что-то такое сейчас говорит. Это же вранье. Меня просто очень удивляет, он действительно все-таки талантливый режиссер, да, и настолько стал на сторону неправды, все время говорит, говорит, вот я уже, честно сказать, я к нему хорошо относился, сейчас его видеть не могу, просто когда смотрю, я выключаю телевизор. Я включаю случайно и вижу, потому что, собственно говоря, это наша судьба страны настолько трагична и вообще выступать и говорить, что все было хорошо. Ведь говорят, и всякие глупости говорят, там, на этих же ток-шоу, что Россия никогда еще не проигрывала ни одной войны. Россия кучу войн проиграла, Россия проиграла Крымскую войну во времена Николая Первого, Россия проиграла Финскую войну, Россия проиграла Афганскую войну. Японскую. Японскую, я забыл, очень важную войну тоже проиграла, да, и Первую мировую проиграла. Давайте мы на этом пока остановимся, вернемся в студию через несколько минут. Двадцать шестнадцать. Программа двадцать шестнадцать. Возвращаемся в программу двадцать шестнадцать. Сегодня у нас в гостях Владимир Войнович. Наша тема «Кому выгодна реабилитация сталинизма?» Здесь в студии ведущая Ксения Ларина, а в Петербурге в студии ведущий Виталий Демарский. Когда мы говорим про неонацизм, мы понимаем, что мы имеем в виду. А когда мы говорим про неосталинизм, что это такое, вот в вашем понимании, Владимир Николаевич? Что это за явление? В чем оно может заключаться? Это же не буквально сталинизм, а это вот те самые какие-то приметы, которые нас отсылают именно к этому явлению. Вот что это для вас такое? Ну, я... Это трудно сказать, потому что это вот погружение в мифы, может быть, потому что какая-то недостаточность современной жизни, эмоциональная недостаточность, ненасыщенность, да, вот может быть, она побуждает людей обращаться к чему-то, к прошлому. А когда они обращаются, то самый легкий путь – это вот воспринять те мифы, которые существуют. Я не думаю, что если бы вот сейчас... Я не думаю, что сталинизм сейчас в полной мере возможен вообще, потому что сталинизм мог существовать только в условиях полной негласности, а сейчас она невозможна. Нельзя даже при советской власти... С тех пор, как появились западные радиостанции, уже у нас была некая гласность. То есть, а по информации какая-то... Ну, да, информация была. Там не имели то, что происходит. Да, и когда какое-то количество людей, всё-таки значительное количество людей не одурманено этим, то тогда уже трудно. При Сталине можно было совсем безнаказанно врать, вот, там, особенно на этих процессах, на, вот, и, ну, по всем линиям. То есть, врать, как мы живём, врать, как живут люди на Западе, всё такое, вот, но теперь поэтому, поэтому сталинизм в таком живом виде просто настоящий, невозможный. Хотя мы её так где-то имеем, эта страна, я имею в виду, ориентиром, но всё-таки он до этого не дойдёт. Вот, а то, что в умах, я не знаю, что с этим делать, и вообще как. То только, только когда, вот, будет возможность сказать всё правду широко. Владимир Михайлович, а вот скажите мне, пожалуйста, смотрите, даже в годы, ну, в общем, когда, в годы надежд, так скажем, да, перестройка, там, вот, 90-е годы, хотя бы с точки зрения, там, ожидания какой-то большей свободы, да, мы все жили и опредсказывали, и вы в том числе, в вашем Москве, 20-42, да, а всё равно ничего хорошего не предсказывали. Всё равно считали, как бы, что всё равно вернёмся куда-то в плохое куда-то. Да, но я, знаете, у меня за этим была надежда всё-таки, и я надеялся, что это я не предсказываю, а предупреждаю, что вот если будете так вот делать, то вот куда мы придём, да. И я надеялся, что не то, что там меня послужат, а вообще голос разума где-то там прозвучит в ушах руководителей наших, и всё-таки они как-то отвернутся от этого пути. А вы, наверное, указали путь в итоге, получил что-то путь, да, вот именно, ну да, да. Так, Владимир Владимирович, ну тогда сам Бог хотел спросить про новую книжку, которую вы сейчас вот выпускаете, «Малиновый пеликан» называется она, я так слышу, пеликан, 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 пеликан. Это тоже такая антиутопия, и это тоже роман-предупреждение. Ну, я бы сказал, это вот такой сюрреализм, или, как я говорю, это реалистическое... Вот была такая формулировка, что такое социалистический реализм, это правдивое исторически конкретное изображение существующей действительности в её революционном развитии. Вот в данном случае я выступаю как социалистический реалист. Вот, реалистично отображается сюрреализм в нашей жизни, вот пытаясь, вот, в её революционном развитии. Вот, 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 вот там-то есть какая-то свет в конце туннеля? Есть, там есть, да, там есть. Или полный апокалипсисный свет. Владимир Владимирович, а свет в конце туннеля это ещё больше сюрреализм? Ну, да, 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 там она, там сюрреализм такой нагнетается в конце концов, но кончается всё хорошо для главного героя, вот так я скажу. А книжка вышла уже? Нет, она выходит. Она выходит, да. Запомните, «Малиновый пеликан» называется книга, новая книга Владимира Владимировича, но мы про это ещё обязательно в книжном казино отдельно поговорим, обещая вам про эту книжку. Издательство «Эксмо» её выпускает, что тоже важно сказать, потому что такие книги сегодня опасаются выпускать издательство сегодняшнее. Владимир Николаевич, ну вот, по поводу отношения к действительности, вот, есть для вас лично выработан некий, скажем так, набор, который помогает вам относиться к этому с иронией? Вот вы говорите, улыбаетесь, а ведь всё очень серьёзно, мы же сами про это сейчас вот говорили в первой части, что случается с сегодняшней пропагандой, что она сегодня делает, мне кажется, она напрочь лишает чувство юмора, нацию, да, всё очень серьёзно. Мы перестали даже улыбаться по этому поводу. Я согласен, но я смотрю, на самом деле, с очень большой печалью. Так, ну, когда мы говорим в таком живом разговоре, конечно, наши свойства как-то проявляются, вот, личные. Ну, вообще, дело в том, что, ну, я много раз говорил, что вот там лет за пять до крушения советской власти, как-то я вот её даже предвкушал, я бы сказал, отчасти предсказывал, да, то сейчас у меня гораздо более мрачное отношение. Вот я ко всему, хотя я сейчас, я вот остаюсь таким, знаете, дело в том, что оптимист, это вообще тот человек, который всегда остаётся в дураках у нас, к сожалению, да, и всегда вот, поэтому оптимизм, это вид, наносите оптимизм, это вообще, может быть, даже не очень умный человек, но вот, но я всё-таки рискую, и поэтому я думаю, что всё-таки, да, должно быть, не знаю, может быть, это просто внутренняя потребность есть у человека в оптимизме, потому что иначе жить нельзя, да, вот, но на нынешнюю действительность я смотрю с большой печалью, потому что советская, действительно, последнее время, последнее время, да нет, я, по-моему, никто, мне казалось, что никто советскую власть не любил, все рассказывали эти анекдоты, вот, кроме этих старушек, которые в очереди там кричали, что забыли блокаду Ленинграда, да, в общем-то, молодёжь относилась, тоже с юмором к советской власти, и всё такое, а юмор, это был её предвестник, её конца. Даже, даже те, кто был внутри системы, те относились с юмором к советской власти, да, ну да, да. Принимают это, ну, как некие предлагаемые обстоятельства. Да, 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 мне, я помню, даже, рассказывал, был такой юморист Владимир Поляков, он пришёл к Брежневу, где-то он с ним на фронте встречался, и он пришёл с какой-то просьбой, и тот сказал, там, просьба, там, насчёт квартиры была, он говорит, хорошо, сейчас позвоним там министру, не помню, торговли, значит, он говорит, какая логика, он говорит, да ты в нашей жизни логики нищий, он говорит. Так они, вот, так что, вот, они все так жили, вот, а сейчас как-то, сейчас вот какой-то, вот, я на будущее некоторое какое-то ещё как-то рассчитываю, а вот действительность наша какая-то мрачная такая, мрачные люди заражены вот этим вот, этой ксенофобией, этими шапкозакидательствами, говорит, и радостью от того, что взяли какую-то территорию, и вот это вот, что, и бахвастом этим, что мы вот самые сильные, мы самые мощные, у нас армия самая мощная, мы можем вообще всех завоевать, да с чего взяли, вообще, с чего взяли, начали уже кричать, ещё недавно говорили, мы поднимаемся с колен, сейчас говорят, мы, да мы на коленях и не были, а мы только застёгивали ботинки там, это что это, вот, на пустом месте. И у меня такое ощущение, что мы живём в сумасшедшем доме, вот. Ну, и, кстати, очень много, несмотря на весь этот абсурд этой жизни, всё равно реальные же драмы и трагедии, которые очень близко от нас, мы их видим, просто они прямо с нами, мы в них существуем. Вот тоже Надежда Савченко, которую вы лично пытались защитить, и я напомню, что Владимир Николаевич Войнович весьма открыто публиковал, под своим именем отправляя, адресуя его Владимиру Путину. И вот в итоге, смотрите, что мы сейчас имеем, сколько они там просили, Виталий, 23 года, 23 года. И она их просит не смягчать приговора, вот столько и дать-то. Она, кстати, произнесла блестящую речь. И вообще, это кроме всего, с точки, со стороны власти, это глупо гнобить такую женщину, потому что она останется всё равно, она останется в умах людей, в памяти людей, когда, ну, Абсолютно, а такая Жанна Дарк. Да, и те, кто её уничтожает, они будут прокляты просто. Вот. И на что рассчитывают эти люди? Меня, кроме всего, удивляет представление людей о том, что они никогда не ответят за свои поступки. А они вполне могут ответить, и вполне серьёзно ответить за все эти беззаконные судилища, в которых они участвуют. Им, правда, помогло то, что советские судьи и вообще вот люди, которые нарушали грубо даже советские законы, что они не понесли никакого наказания. Вот это же, это очень жаль, что не было такого урока. Но следующий урок будет обязательно. Ну, вот, кстати, тут по поводу отношения к преступлениям власти. Давайте вспомним, что говорил Михаил Ходорковский совсем недавно, и такая была дискуссия по этому поводу, развернута после его слов, что смысл его выступления был в том, что надо прощать. Надо людей прощать. Не надо делать из преступников, из бывших вождей, да? Я не знаю, вот как это говорить. Я не понимаю, я это не читал, честно сказать. Ну, там, это вам-то некому великодушию, что... Великодушие, знаете, я бы проявил вот какое. Я бы, великодушие, я бы вот этих людей, которых мы уже физически не можем судить, да, я бы их всех осудил скопом, и скопом помиловал задним числом этих людей. А людей, которые доступны реальному правосудию, их надо судить и без срока давности, между прочим. Потому что эти преступления, которые они... Это должно быть уроком вообще всем будущим поколениям. А кого мы будем судить? Вот Михалков призывал судить Горбачева и Ельцина, понимаете? Нет, нет, нет. Мы призываем судить Сталин. Ну, между прочим, тогда Михалкова надо вместе с ними судить, потому что он прославлял и Горбачева, и Ельцина, когда они были. Я очень хорошо помню, как он о Ельцине очень высоко отзывался, да, значит, он этот культ личности раздувал. Я при Ельцине никогда ничего такого не сказал, вот. Но дело в том, что, ну, все-таки эти слова, это еще не преступление, он может иметь любое мнение, а людей, которые совершают реальные преступления. Ну, например, вот которые, Савченко это, я просто уверен, я, ну, на сто процентов я не могу сказать, но я просто уверен, что вот это все вранье, что там мне надо вникнуть, что ей предъявляют абсолютно ложные обвинения. Кроме того, она военный человек, она же военный человек, она находилась на передовой. Вот, но... Кстати, Олег Сенцов совершенно невинный человек, который у нас уже осужден. Ну, да, да, Сенцов, потом... Двадцать лет осужден. Потом вот, я, поскольку я уверен, что Савченко судит несправедливо, но судит, они точно знают, справедливо они судят или не судят. Прокуроры точно знают, правильно они ее обвиняют или неправильно. Вот таких людей, которые совершают сознательные преступления, их, конечно, они сами должны подлежать суду. Поэтому они и не уходят из власти. Поэтому они... Поэтому они держатся за власть. Власть это для них как адвокат, как защита. Ну, вы знаете, те, которые... От преследований. Да, но те из них, которые все-таки находятся еще в таком возрасте, не старом, они доживут, я думаю. Я надеюсь очень, да. Ну, подожди. Не из мести, а... Поэтому, кстати говоря, мне кажется, вот, как вы считаете, Владимир Владимирович, мне кажется, очень важно даже сейчас вот в этих условиях называть имена. Конечно, конечно. Вот идет суд, да? Да. Вот люди должны знать, кто судья на процессе Савченко. Да. Да. Кто обвинители на процессе Савченко. Кто лжесвидетели на процессе Савченко. Конечно, конечно. И на других процессах. Да, да. Так вот, эти незаконные обвинения, незаконные осуждения, ложные доносы, это все уголовные преступления. И людей за их уголовные преступления надо судить. И причем, ну, я не знаю, вот, все-таки ловят каких-то немецких преступников без срока давности, судят каких-то почти столетних людей, да, и это справедливо. А вы видели где-нибудь у нас какой-нибудь процесс судебный над следователем НКВД, который пытал своих заключенных на Лубянке? Где-нибудь видели такой процесс? Нет, я такой процесс не видел. При Сталине, правда, их тоже некоторых сажали. Но зато теперь, я слышал, я забыл кто-то, может быть, даже в Москве я слышал какого-то человека, который выступал и называл среди великих людей России, назвал Судоплатова. Судоплатова, убийцу вообще, кровавого, которого можно сравнить, я не знаю, с кем, с Гитлером, или это с Гиммлером, может быть, я не знаю, с кем можно сравнить. Значит, он как назвал в числе каких-то уважаемых им деятелей советского периода. Вы же тоже наверняка знаете людей, которые писали, знаете именно людей, которые писали на вас доносы, да? Нет, не знаю. Знаете? Нет. Нет. А хотели бы узнать? Ну, нет, не очень хотел бы, честно сказать. Ну, нет, полюбопытствовал бы, если бы мне кто-то этот список представил. Ну, я же там проводил, там какое-то время в КГБ пытался там свое дело добыть. Нет, но этого они мне не дали, они мне вообще мало что дали. Вот. Но мне интересно было. Я читал дело моего отца, там вот было. И что? Вот эти все люди, которые там фигурируют в качестве... Ну, там один главный. В деле моего отца один главный человек, его фамилия была Заднев. Вот, и фамилия такая. Вот. И когда мне это дали вместо моего дела, и потом сказали, что... Ну, вы не называйте эти фамилии, потому что, может, его там потомки, может быть, им неприятно будет. А я считаю, что надо называть, пусть потомкам будет стыдно за таких. И чтобы эти самые сегодняшние знали, что, может быть, потомки будут стесняться. Ну, вот, альтернативное предложение от тех людей, которые сегодня, с одной стороны, пытаются реабилитировать сталинизм и коммунизм в двух худших проявлениях. Вот тот самый страшный совок, да? И вообще тащит нас к этому великому и всемогущему тоталитаризму, да? Но, с другой стороны, они же, чем они руководствуются? С примирением и согласием. Вот вы говорите Ахматовский цитату по поводу сидевшей и сажавшей, а они призывают сидевшую и сажавшую примирить, чтобы они обнялись друг с другом. И начали бы жить дальше, творить свою великую историю вместе, не осуждая и не проклиная друг друга. Это возможно? Нет, это, во-первых, невозможно. Во-вторых, они реально проявляют ненависть к ныне живущим людям, которые осуждают это прошлое. А можно вот я... Они люди немирные, на самом деле. Они призывают к примирению с таким вот сволчим оскалом. А можно я вот с этим, я как раз хотел привести этот пример. Я где-то осенью, я был в Норильске, где возникла вот дискуссия на эту же тему. По поводу сидевших и сажавших, да. Норильск это очень такое замкнутое сообщество людей, да. Там особенно некуда деться. И те там 200 тысяч человек, которые там живут, они живут вместе, им деваться особенно некого. Ну, то есть вахтовым методом они уезжают на Большую Землю. Но дело не в этом. И вот мне там одна женщина, очень разумная, с виду. Она мне говорит, вы понимаете, мы не хотим поднимать вопрос сталинизма. Потому что сейчас город состоит, жители города, это потомки как охранников, так и сидельцев. Говорит, зачем нам, мол, сегодня эти люди сами-то уже ни в чем не виноваты, это только их родственники, да. Зачем как бы проводить вот эти вот разделительные линии вот в этом сообществе, которое должно быть солидарно, ну, в силу тяжелых условий жизни, там, ну и так далее и тому подобное. Вот как вы считаете, есть какое-то рациональное зерно в такого рода рассуждениях? Вы знаете, что, может быть, тут надо так, тут надо все-таки иметь в виду, что вообще, если осуждать, осуждать можно скопом, так, а можно осуждать конкретно людей, тогда уже надо по их делам, да. Потому что среди охранников тоже были разные люди. Были, например, мне рассказывал, был такой писатель Камил Икрам, он рассказывал, что когда он освобождался, начали к тюрьме, зоны, то есть лагеря, подошел к нему и сказал, вы знаете, если вот ваша власть придет, вы скажите, что я к вам хорошо относился, да. И были действительно, которые, ну, известно, что вот был следователь, который переводится, я не помню, кто это было, она переводила что-то в уме, и он когда, она что-то бормотала, он спросил, что вы делаете, она говорит, что я перевожу там, не знаю, чего-то, Лонгфелла она переводила или что-то, я не знаю. Значит, и он приказал дать ей бумагу, чтобы она работала, и она перевела действительно, сидя там под следствием, что-то перевела. То есть были люди, которые вопреки своим должностям что-то делали, они были исключениями. Только не надо войти сразу, все закричат, что мы все были такие, вот это не надо. Но были такие исключения. Конечно, этих людей, если известны их имена, их надо как-то выделить, отделить, а отделить от этого скопища, да, вот. А в целом, в целом, это системно, систему надо, потому что, конечно, Пастернак был прав, значит, когда там где-то в лейтенанте Смиршмитте, там, я знаю, вы не дрогнете, сметая человека, что ж, что-то догма-то, вы тоже жертвы века, да. Все были жертвами, это правда, философски, если говорить, охранники и охраняемые. Все были жертвами, потому что охранников много просто призывали в армию, и они не сами, не добровольно шли туда. Вот, это все надо понимать. Вот, система должна, система должна, заслужила безусловного осуждения, а людей, если бы они были живы, то их надо было бы судить по их делам каждого. Вот я нашла точную цитату из Ходорковского, чтобы мне не пересказывать самой. Я считаю, что правильно и достойно, когда бывший оппонент, бывший президент или бывший премьер-министр будут пользоваться полной неприкосновенностью, как это и устроено в нормальных странах, в случае, если они не совершат персональных преступлений. Они должны быть освобождены от ответственности за свои действия в ходе политической жизни. Руководители государства часто совершают ошибки, политические ошибки. Ну, конечно, я думаю, что от ошибок никто не застрахован. Есть очень много спорных поступков и спорных каких-то указов власти, которые трудно судить. Одни скажут, что это была ошибка, другие скажут иначе. А вот когда реальные уголовные преступления, которые некоторые руководители тоже совершают, вот это вот так. Ну что ж, мы должны на этом заканчивать уже нашу встречу. Напомним, у нас в гостях сегодня Владимир Николаевич Войнович, который поделился с вами главной новостью. Книжка у него выходит новая. Вот давайте мы на этом и завершим. Спасибо большое. Программу провели Ксения Ларина и Виталий Домарский. Спасибо. 20.16.